Девушки отдыхают АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если так подумаетесь, я действительно детдомский. Мама работала в детдомах, я все время был там. Из детдома выгоняли только на завтрак, обед и на ужин. Собственно, у меня была креста, а дома не было. Мать от безумной любви таскала меня за собой, в сельсовет, то пройдло, а то накидывалось так, что и брое удержать не могли. Ни крестная, ни тетя Лида, ни соседка. Иногда домой идти не хотелось. Так что была у меня крестная, а дома не было. Няню, а впоследствии кресту Гаврилина, звали Асклеана Алексеевна Кондратьева. Она была на потомственной кружевницей, сказительницей. От нее в будущем композитор узнал множество народных песен. И в отличие от сквады Михайловны, Асклеана Кондратьева была человеком глубоко верующим, правосланным. Поэтому, прежде чем показаться крестной на глаза, маленький Валерий по совету мамы, снимал и прятал пионерные головы. С самого начала Главдия Михайловна просила сына даже не упоминать при крестной о том, что его зачисляет пионер. Асклеана Алексеева, в свою очередь, собираясь крестить семилетнего Валерия, предупредила, что не стоит сообщать об этом. матери. Гавриил, вспоминая, что воспитывали его очень строго, могли и отчитать, а иногда и мы. Среди его заведок есть одна очень трогательная. Гавриил пишет, провинился. Крестная говорит, выбор тебя. Пошел принес хворост. Крестная заплакала, умирилась, порой не стала. Мать выпала. Страшно выпала. Пуком получили. Крестная лечила меня в бане, ругала мою мать. Мать бегала в бане, ругала крестную. Крестная лечила в бане, а больше ни звука, ни огонёчка, по мраке до юга летит по кочкам. Эх, Русь, Россия! Что злого мало? Что загрустило? Что задремало? Давай пожелаем всем доброй ночи. Давай погуляем, давай пококочем, и праздник устроим, и карты раскроем. Эх, кто за несовежен, Поздравляем, чищен, чашку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женская бездоленность Это большое национальное несчастье Плач, сдох Горькие безутешные песни Которые слышал в Вологодской деревне Это все навсегда во мне Боже, в детском доме Меня окружали только женщины Причем чаще всего такие По которым война прошла жестко Это бесконечная тема Я думаю, что в русском искусстве Тема Женская тема Тема ведущей Подавляющее большинство моих сочинений Так или иначе связано с женщиной Всюду главной героиней Или главной движущей силой Всегда является женщина Я считаю, что женщина в качестве Дает мужчине все Так же, как она дает жизнь В женщине корень и сок Так что, если помнишь свою природу Своё происхождение То обязательно начинаешь с женщины И всей нашей деревне с войны вернулся Только один человек Да и то без обеих ног В деревне все друг друга знают Все как родня Так что плачут все вместе А после войны наступил страшный голод Нищета была ужасная Денег почти не платили А место у нас кружевное Крёсты мы и две её сестры Выплетали панно Четыре на пять метров Продавали за границу За огромные деньги А кружевницам мы плачивали По двадцать рублей Так что мать моя Получая старыми деньгами Пятьсот рублей Считалась Богатой женщиной После днюю 1946 года Я могу помнить Я могу помнить всю жизнь Когда много дней подряд Шли непрерывные дожди Были салека водой Все поля, огороды Невозможно было Умирать, урожать Ждали, когда распогодится Но вместо этого Ударили морозы Толпы обвеселивших людей Голодных, больных Бросивших свои дома Шли через деревню Получалось По дороге Они Умирали Умирали Седьмой сутки Дождь Не умолкает И некому его Остановить Все чаще мысль Угрюмая Мелькает Что всю деревню Может Затопить Плывут стога Крутя Снесутся доски И погрузились Медленно На дно На берегу Забытые Повозки И Попонуло Черное Дно И реками Становятся Дороги Озера Превращаются В моря И Ломится Вода Через Пороги Семейные Срывая Якоря Неделю Льет Вторую Льет Картина Такая Мы Не видели Грустей Безжизненная Плотная Равнина И Небо Беспросветное Над ней На кладбище Затоплены Могилами Видны Еще Аграрные Столбы Ворочаются Словно Крокодилы Межзавис Затопленных Гробы Ломаются Всплывая И потемки Под резким Неслобейшим Дождем Уносятся Ужасные Обломки И Долго Вспоминаются Затопленные Холмы И Рочи Стали Островами И Счастье Что Деревни На Холмах И Мужики Качались Головами Перекликались Редкими Словами Когда На Лодках Двигались По тьмах И На Детей Покрикивали Строго Спасали Скот Спасали Каждый Дом И Глупо Говорили Слава Богу Славей Дождь Вот Вот Еще немного И Все Пойдет Обычный Чеснок Слава 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Тебя я спрячу, я вспоминаю малый год, и я плачу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как мне объяснить, как он талантлив, как он добр, какой он прекрасный ученик! Подбирая слова убедительные аргументы, я совсем забыла, что свидание никому не даю. Меня ввели в огромный полутемный кабинет, в глубине которого за огромным столом что-то писал начальник тюрьмы. Он не поднял головы и даже не взглянул на меня. Стояла и понимала, что сесть нет у меня сил, могу только стоять. Он понял мое замешательство и сказал, не волнуйтесь. Заберитесь и кратко скажите, что вам нужно, но имейте в виду, свиданий мы не даем. Осмелев. Я заговорил о том, что сегодня здесь решается судьба очень талантливого мальчика, мама которого должна решить его участь, быть ему музыкантом или не быть. Он молча выслушал мой убедительный напористый монолог и четко скомандовал в труп. «Приведите заключенную Гаврилину Клавдию Михайловну». Минут через десять в кабинет пробко вошла молодая женщина, которая держалась очень скованно, ловя и удерживая в поле зрения каждый жест и каждый взгляд начальника. Увидев меня, она не выдержала, бросилась ко мне и, как и неловко выбросив руки вперед, спросила, что случилось с Валерой. И не дождавшись ответа, западал. «Потише, тише, гражданка говорила». Он звучал из-за стола. «Пожалуйста, объясните ей все кратко и понятно». Владимир Михайловна, я к вам с просьбой. Нет, у Валерия все хорошо, он отлично учится, у него огромные способности к музыке. И приемная комиссия из Ленинграда отобрала его для сдачи лицамина в школу десятилетки при консерватории. «Туда очень трудно поступить. Отпустите его туда, пожалуйста, может быть, из него получится большой музыкант». Владимир Михайловна слушала меня молча. Ее волнение и смятение в душе обнаружили яркие красные пятна, появившиеся на лице и шее. Я не понимала ее реакции. Я говорил их долго, подробно. Начальник ни разу не прервал мой долгий монолог. И тут вдруг, словно молния. «Никогда!» Голос Клавдии Михайловны срывался, она глотала окончание слов. Она не успевала даже закончить фразу. «Никогда!» Он прекрасно знает математику. Увлекается точными науками, дружит с литературой. Отец его был очень умный человек, прекрасно разбирался в этих науках. «Я хочу!» «Я хочу, чтобы он был умный человек!» «Я хочу, чтобы он пошел в технический институт и стал человеком!» Я страшно растерялся. Такого отпора я никак не ожидал. Она говорила это очень убедительно, ясно. То, о чем думала, видимо, долгие дни в заключении, что уже сформировалось в ее сознании и стало чем-то вроде план на будущее ее сына, переубедить ее в считанные минуты, это было невозможно. «Я понимал, но продолжал этим родить. Простите, давайте рискнем!» «Он ведь может еще и не поступить, но мы с вами будем спокойны, значит быть ему музыкантом не судьба!» Я торопился, я слышал, как нетерпеливо, тихо стучит по столу начальник. В любой момент он отошлет Клавдию Михайловну и ничего так не решится. Я чувствовал, что наш разговор его захватил, не оставил равнодушным. И после очередного возражения он поднял голову и ровным голосом, но очень твердо сказал, «Мамаша, ну сколько же можно говорить вам одно и то же, но вам же дело говорят! Вашему сыну желай только же забрать, а вы уперлись тут со своей математикой! Учитель Дэру лучше знает, кем ему быть! Если б не было у него этих данных, вам бы никто этого не предлагал! И вообще все! Подводим итог!» Клавдия Михайловна вздрогнула, посмотрела на него, смотрела молча, «Опустив руки и еле слышно вымолые лапы!» «Ну что ж, вам виднее! Я сыну не врагу! Пусть едет! Поцелуйте его за меня! Скажите ему, что я ни в чем не виноват, и я надеюсь, что мы скоро с ним увидимся!» Подождался звонок, уголкнула дверь, и так же тихо, как вошла, она ушла из дома. Мне очень хотелось подойти к ней и крепко обнять, поцеловать, но этого сделать я не могла. Знаете, в этой истории удивительно все. И то, что совсем молодая учительница ради талантливого ребенка отважилась на поход в тюрьму, и то, что вопреки действующим правильное свидание было разрешено. И что самое невероятное, последнее решающее слово прояснется в начале тюрьмы, который вдруг проникся с судьбой маленького музыканта одним словом. Если тот или иной путь предначертан свыше, все двери будут в руках. «Россия плачет» «Россия плачет» «Пожарный парк гонючий залой» «Над передами самоварами, над черной уездной судьбой» «Россия смеется» «Зарницами, плеском вод, перелетом гусей, над чертогами, темницами, над грудой разбитых цепей» «Россия плачет» «Россия плачет» «Роспутицы» «Листопадом» «Серым дождем» «Над кутьей и троирубчицей» «С кисою» «С пудовым замком» «Россия смеется» «Бурями» «Блеском молнии» «Обвалами гор» «Над столетиями, буднями хмурыми» «Где седины и мысленный ссор» «Над моею заклятой тетрадкой» «Где за срочками бис бесенят» «Простираюсь перед укладкою» «И слезам, и хохоту рад» «Там бомбеем и ладугой» «Веющий притаился» «Мамин плоток» «От юрдыни лонца пламенеющей» «Разбивается смертный поток» «И на дружину ветвица» «И множится вавилонского плата кайма» «Возгребит» «Воссияет» «Обложится материнская» «Вечная тьма» «Гребит» «Разб развлечески» «Фоскоп» «Вофис» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Горгачься, гордо, заулыбался, пошел наверх. 24 января 58 года Наталья Евгеньевна исполнилась 28 лет. Гаврилин прислал письмо. Дорогой старший друг Наталья Евгеньевна, я не могу вместить в это поздравительное письмо того необыкновенного, кажется, первого такого чувства, которое есть у меня к вам. Я немного волнуюсь, когда пишу это. Не хочу, чтобы это походило на роман или на объяснение. В моем чувстве к вам самая большая благодатность. Остальное я еще не утолковал себе. Поздравляю вас с днем рождения. Вы знаете, самый удивительный характер из всех, какие я только любил. Я желаю вам на этот год, чтобы снова вы были так же молоды, чтобы вновь не боялись жары и холода, чтобы вновь над моей болезнью смеялись, чтобы снова, но крепче, со мной ругались, и еще, чтобы сменили костюм темно-синий на что-нибудь вроде «Да что я?». Знаете, что вам идет, когда покупаете. И после тогда, когда вы это одеваете. Я желаю вам больших перемен в году наступившем, чтобы были расцветки его новых, чтобы, черт возьми, что-то и вам подвалило, чтобы было и вам, а не только, чтобы вы. Валерий Гаврилин. Гаврилин блестяще поступил в консерваторию, стал приезжать все чаще. И вот в один из таких визитов 22 октября 58-го года произошло наконец событие знаменательное. День в день, через два года, после нашего знакомства Валерий сделал мне предложение. Был это у нас на балконе, на фонтанке 26. Я тогда сказала, прости, но как же мы будем? Я имел вину его стипендию и мою с маленьким зарплатой. Ведь мы бьемся, как рыба об лед. Ничего, — ответил он, — будем биться вместе. Ответы я не дал, ага. Долго еще была в раздумьях, Боялась разницы в возрасте, Хотя при общении с ним никогда ее не ощущала. Но сомнение решил один декабрьский вечер. Как-то Елена Павловна Годарова, Большая подруга моей мамы, Пригласила наше семейство на чай и сказала, Пусть и Валерий придет, он нам поиграет. Елена Павловна попросила его сыграть Все, что он хочет, и он играл. Шумана, Шулкарта, Бетховина. А сыграйте что-нибудь свое, — попросила хозяйка. И первый раз я увидела Валерия за роялью. И все было решено. Это был уже не мальчишка, А вдохновенный взрослый человек. И я почувствовал, что без него я уже не смогу. После моего согласия попросил в моей руке у мамы, у бабушки. Валерий хоть и знаком был с ними немалое время, И знал, как они по-матерински к нему относятся, Чувствуя ответственность момента, все-таки волновался, Лужался, согласие было получено. Мы решили пожениться, когда он закончит первый курс в консерватории. Гаврилин написал своей маме, И ее согласие тоже было получено. И даже посоветовался со своей тетушкой, Которая жила в Ленинграде, Наталья Евгеньевна ему пишет. Ты знаешь, у меня был, по твоему поводу, разговор у тетки. Нет, не против тебя именно, Но по поводу вообще подобных вещей. Она такого мне наговорила, про всякую грязь, Что если бы у меня была не ты, И если бы я не знал, что есть ты, То смог бы испугаться на все, что есть. Но так случилось. Я только понял, что для меня ты одна звезда, Как говорят музыковеды. В, 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 весь ваш балет. В этой деревне огни не погашены, Ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, Слышатся шум полыни. Были люди мои трудные, трудные, Но где же вы печали мои? Скромная девушка мне плавится. Сам я унити и рад. Трудные, трудные, Все забывается, Светлые звезды горят. Кто мне сказал, Что в мгле заметеленный Глохнет покинутый луг? Кто мне сказал, Что надежды потеряны? Кто это выдумал? Друг в этой деревне Огни не погашены, Ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена. Тихая зимняя ночь. Тихая зимняя ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! И вот мы в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В детстве! Добро пожаловать в Казахстан! Сон! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! И вот мы в Казахстан! И вот мы в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Вспоминания близко знакомых говорений, которые говорят... Запомнился мне один дорожный эпизод. Со мной в купе ехала пожилая женщина, Угрюмая, молчаливая, И вот где-то в середине пути Разговорились о том, кто чем живет. Узнав, что я, имея отношение к музыке, Заговорили о хоре. Это малограмотная женщина, Семидесяти шести лет, Проводившая на фронте никогда так, И оставшаяся одна, Проработавшая всю жизнь На железнодорожных путях, На юге Байкала, Стала говорить о молитве Из Перезбора, От которой, говорит, Как слышу, так плачу. Валерий Александрович передал со мной Партитуру и гранзапись Перезвонов Для писателя, Валерия Распутина в Иркутске. Я стала читать ей по партитуре Слова молитвы, А она, Маша, Руками, И гуляет, Там, она, она, Маша, Написнет, На сказку, Рассудок молчит, Но сердце так странно, как диво, И плачет оно непонятно, Грустит о чем, Знает ветер да дивы, О том же, что юность бесследно прошла, Что поле заплакано нищим, Он серые избы родного села, В лугах, Перелески, Плодвищи, Глядишь, В листопадную странничью даль, Володь обрага в половость, И сердцу дитя сикутешно еду, А же почуется правду суростью, Потянет к загадке, В сирельной мечте, Вздохнуть, Улыбнуться, Украдка, Задумчиво нежный, Небес в высоте, И ибом, Лепещущим сладко, Припомнится, Чертогом покрошила шар, Колдуньей весной не забудет, И горько В себе посмеется душа На правду искривого посуда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Гребен на благодаря Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok И вы любите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ У Рыбаков Вспоминает Гаврин Работа не много. И вот что странно. Никто не говорил об исчезке. О Станковой живописи. О Эллисе Пресле. О рок-ребятах. А говорили о женщинах. О начальстве. О продавцах. И Элли, кто-то плясал. Кто-то рассказывал любовную историю. И у меня текли слезы. От любви к этим людям. И от того, что в моей жизни наконец-то восстановился правильный маят. Костюм, галстуки и очка. Я просвещенный европейский образованный музыкант. А как остаюсь, в чем мать родила, то сижу дома, доброжу невесть, где. Так мужик мужиком из Мологодских. И нет тогда счастливее меня никого на целом свете. Я люблю, когда шунят березы, когда листья падают с берез, слушаю и набегаю слезы на глазах. На глаза от вытяженных сердцем. Сажмется в памяти невольно, отзадется в сердце и в крови станет, как радостно и больно. Ну, да кто-то шепчет о любви. Только вот чаще побежает проза, словно думает ветер круглый дней, ведь шумит такая же береза над дгилой матери моей. На войне отца убила пунь, а у нас в деревне поогра с ветром и дождем шумел, как пули, вот так дольше. Желтые листы, панки, круче моя, люблю твои березы. С первых лет я с невежимой роспотом июнь. навекаю слезы на высоту на высоту на сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но они меня родили, я их люблю А как к этому относится человечество, я не знаю Я не смог бы так же объяснить мирового значения тысячи вещей и явлений Ни березок, ни полей, ни закатов, ни колокольного звона, ни длинных неухоженных проселков Все это моя Родина Это моя живая душа Это моя страна Я не смог бы этого выразить И есть в этой стране чудо, за значение которого я не могу объяснить Я благодарю Перед ним я Я люблю Сильно, бесконечно И любовь эту может только отнять Лишь отняв душ И я говорю О музыке Свиридова Я вникаю в свой свиридовских педалей Один звук Все один звук Один жест Но как он велик Как он объемен, многоназначен Как он играет Сколько в нем речи собрано человеческого чувства Такой звук иногда стоит целой симфонии Целого романа Целого театрального действия Он то круглый То круглый кошак Звенит колокол То вдруг расстилается И становится бесконечно длинным Грустом, как деревенская дорога Или косяки улетающих Теплые страны гусей Музыка Свиридова Не испепеляющий огонь И не с ног валищий Шквал И не уютное одеяло И не грелка к ногам Она представляет за меня Тысячью бриллиантовых Направленных прямо в сердце Слушателя стрел И сам композитор Каким-то драгоценщиком Чувство драгоценного Развита было у него невероятно В работах Георгия Васильевича Нет проходного Заболтанного материала Или так сказать Материала займы Он отыскивает Только самый дорогой Редкий Прекрасный Зверинов Может быть Язвительным Может быть Лукавым Страстным Но Но он всегда Ручезает Он всегда Светоносит Это То ясно-холодный свет Как и светят Только высокие Большие звезды Лир Отраженный Бриллиантных И звуковых стрел Входящих в душу Слушателя По-особому Чистым Свежим Трогателем Чуть-чуть Недосягаемым И оттого Еще Более Щелящим Зверинов Силен Своей близостью К русскому Польклёву Благородная Философия Народного Творчества Вошла В самое Удорственное Существо Отсюда Издержанность В выражении Чувств В применении Средств Отсутствующих Крайних Состояния Места Заскерики Нет Никакой Навязчивости Подавления Слушательского Сознания Вообще Никакого Числа Никакой Роскоши Никакого Художнического Размахивания Кулаками Или Культуризма Сколько Не слушал я За свою жизнь Самых трагических Кристианских Креснофений И никогда Не было Никакого Изуродованного Дума А напротив Был прямой Открытый Жизнь Это Высшая Вера Этот Мудрый Оптимизм Мужественность Стали Главнейшими Средствами Музыки Сверидова Он Не кричит Ни оттого Что нет Голоса Он Умеет Говорить Тихо Он Не плачет Ни оттого Что Слез Нет Не слезами Жизнь Держится Он Не ищет Сочувствующим Он Показывает Высоту Красоту Работы Сверидова Необыкновенной Выделки Он Настоящий Минут Очлини В своем Деле Или даже Дед Мороз Часами Можно Любоваться Его Партитурами Каплю Боются Снежинки И Простота Будто И легкар И невесомо Прозрачно А какие Формы Какие Узоры Каждый Звук Фраза Созвучие Тембр Отточенный Как Ледяные Снежиночки Иголочки Все Отобрано Пригнано Срифмовано Он Блестящий Поэт Сверидов Поэт Есть у него Прекрасные Композиторы Есть у нас Прекрасные Композиторы Есть трагики Драматурги Романисты А поэт Я думаю Один Вот часто Меняют Сверидова В профессиональной Отсталости Мол Ну да У него Полипонии Выдунки Всяческие Расширения Сокращения Увеличения И другие Премудрости Музыкальной Игры Это так В самом деле Сверидов Очень мало Пользуется Музыкальной Игрой Вот Обучается Цеховой Техник Но У него У него Как и для него Мусорский На выполнение Задач Как и Мусорский Ставил перед собой Она была Просто Не нужна Поэтому Считалось Что техник У него И не было Никакой Упрекать Сверидова Значит Так же Точно Не понимать Что делает Этот неповторимый В то же время Вновь повторяющийся Как сама Природа Музыкант Предлагать Сверидову Какое-то Иное Оснащение Без которого Он будто бы Не может Обойтись Все равно Что предлагать Красить Лютик Отрехином Поставить Ласточки Пропеллер Или Вмонтировать Лебедю Паровой Котел Нет У него Свои Крылья Есть такая Несколько Болезненная Страсть Сравнивать Знаменитых Людей с чем-нибудь Огромным С Гималайей И с Тихим Океаном И даже Если эти Ходячие Гималайи На деле Не выше Полезницы А вся Степь Полчаса Из длинно Сузликов Мания Развеличить Не остается Мне Мне Хочется Сравнить Сверидова С чем-то Очень Простым Пусть Он будет В меня Не океан Куда впадает Реги с громкими Именами Пусть Он будет Лесной Ручей Питаемый Безызвестными Подземными Ключами И если Какой-нибудь Усталый Крутник Случайно Набредет На него Ручей Доставит Жаждующему Нечаяненькую Радость И напоет Его Влаги Какой Он Не будет Бить Ни в каком Другом Месте Не знаю Имеет ли Это Мировое Минуты Музыки Печальные Я Представляю Желтый Плес И голос Женщины Печальные И шум Порывистых Берез И первый Снег Под небом Серым Среди Погаснувших Полей И путь Без солнца Путь Без веры Гонимых Снегом Журавлей Давно Душа Блуждать Устала Былой Любви Былом Хмелю Давно Понять Пора Настала Что Слишком Призраки Люблю Но Все равно В Жилищах Зибких Попробуй Их Останови Перекликаясь Плачут Скрипки О Желтой Пресе О Любви И все равно Под небом Низким Я Вижу Явственно До слез И Желтой Плез И Голос Близ И Шум Порывистых Белез Как будто Вечен Час Прощай Как Будто Время Ни Причем Минуты Музыки Печаль Не Говорить Ни О чем Музыки 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Спасибо. Дорогие друзья, сегодня 28 января. День памяти Валерия Александровича Гаврилина. Он умер 28 января 1999 года. Эти аплодисменты – подарок ему. Скажем ему спасибо. Спасибо.